Мы на связи, и сейчас мы находимся на компетенции ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн, с одной стороны, это архитектура, строительство и проектирование, и с другой стороны, это ботаника и растеневодство. На данной компетенции профессиональный техник, мастер зеленого хозяйства, обеспечивает производство работ под благоустройство и озеленение территории, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. И прямо сейчас мы возьмем интервью у нашего главного эксперта в данной компетенции. Это целуйка Александра Сергеевна. Александра Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Александра Сергеевна, область применения данной профессии, данной специальности, расскажите нам, пожалуйста. Молодой специалист, получивший данную профессию, получает возможность работать в организациях абсолютно различных направлений. Это значит благоустройство озеленения города, частных территорий, притомников наших по выращиванию растений, проектных организациях, ну и во флористическом направлении тоже есть возможность поработать. А расскажите, пожалуйста, о модулях. Какие были модули в прошедшие дни и сегодня какой модуль? Значит, соревнования, работа длилась три дня. Каждый день был отведен на определенный модуль. Первый день модуль – это подпорные стенки из облицовочного кирпича и из природного камня, в данном случае плетняк. Второй день мы отводили внимание мощению, это основное мощение из брусчатки и пошаговая дорожка. Сегодня, на сегодняшний день будут рассматриваться модули компоновка зеленых насаждений и геопластика. Замечательно. А что же будет завтра? Сегодня мы заканчиваем всю работу, завтра будет награждение. Завтра уже награждение. То есть мы выявим самого лучшего, лучшего дизайнера ландшафтного, соответственно. Замечательно. А пользуется ли популярностью профессия у молодежи? Да, сейчас данная профессия набирает большие обороты популярности, востребованности. Профессия очень интересная, можно применять свои фантазии, творчество. Во-первых, это творческое направление, строительство. Мы же создаем райские уголки, сады, благоприятные для человека. Облагораживаем территорию, облагораживая нашу Тюмень родную. Да. В какое учебное заведение нужно поступить, чтобы стать ландшафтным дизайнером? Это очень интересно, потому что сейчас нас смотрят молодежь, а в основном это у нас молодежь, нас смотрят наши онлайнеры. Расскажите нам, пожалуйста. Значит, чтобы получить данную профессию, можно поступить в Тюменский лесотехникум на базе 9-11 класса. Даже мы набираем ребят на данную специальность. Тюменский государственный университет и университет, оградный университет Северного Зауралья. То есть там тоже обучают ландшафтных дизайнеров. То есть очень, можно сказать, так много заведений, где можно получить данную специальность. Поэтому молодые, перспективные вас там обязательно ждут. Ну и почему же именно ваша компетенция является самой интересной на чемпионате? Вот какие у вас есть такие факты можете привести? Значит, почему она самая интересная? Потому что мы создаем модель красивого сада, используем множество материалов, это растение и природный камень. У нас очень много интересных модулей. Ну и в принципе это зрелищно, очень зрелищно. И вот последний вопрос. Когда уже закончится, да, все модули будут собраны до конца, что будет с ними дальше? Неужели их разберут? Ведь это такая красота получится в дальнейшем. И так уже мы видим, что это очень красиво. Что будет дальше? Буквально через часа три мы уже закончим работу, будут готовые сады у нас, модули. И дальше вечером мы уже будем их разбирать. Очень жалко их разбирать, рука не поднимается, но что делать? Приходится разбирать. А ваша компетенция, она первый год или она уже предыдущие годы тоже? Нет, наша компетенция первый год, первый раз, мы только начинаем, стартуем. Надеемся, что чемпион Тюмени на России тоже займет место. Надеемся, что первая, хотя бы в тройку войдет и может быть Европу тоже покорит. Да, мы надеемся на это, готовим наших специалистов к этому. Ну что, всем участникам удачи! Редактор субтитров А.Семкин